Салям, Калям Вы все знаете, как мало у меня слабостей. Одна из них – джаз. Я люблю джаз. Я благодарен джазу. Я полюбил его в Чикаго на концертах Льюиса Митчелла в 1908 году. Этот актер был с избытком одарен природой и с лихвой отдал свой талант театру и кинематографу. За всю свою долгую жизнь в искусстве он сыграл более 50 ролей в театре и 104 роли в кино. Он был знаменит, полон творческих сил и планов. И ошеломляющее известие о его внезапной смерти в лондонской клинике многие восприняли как ошибку, недоразумение. Не может быть, кто-то что-то напутал. Звали этого человека Евгений Евстигнеев. Евгений Евстигнеев родился 9 октября 1926 года на окраине Нижнего Новгорода в поселке Володарский. До войны Женя успел окончить семилетку и в 41-м пошел работать электромонтером. Потом год проучился в строительном техникуме, но после смерти отчима пришлось идти зарабатывать. Четыре года он слесарил на заводе «Красная этно». В свободное время Женя занимался в самодеятельности, играл в джазовом оркестре. Об актерской карьере в те годы он и не думал. К тому же мама очень боялась театра. Ей казалось, что актеры плохо заканчивают, что это роковая профессия. В 1946 году Евгений в свободное от работы время играл на ударных инструментах в джаз-оркестре. Играл Евстигнеев так виртуозно и самозабвенно, что своей игрой заслонял всех остальных оркестрантов и приводил публику в восторг. Во время одного из таких выступлений его приметил директор Горьковского театрального училища Виталий Лепский. Он подошел к Жене и спросил, молодой человек, не хотите ли вы стать драматическим актером? На что Евстигнеев простодушно ответил. «Я не знаю». «Тогда вот вам мои координаты, и я жду вас у себя», – сказал Лепский. Через два дня Евстигнеев пришел по указанному адресу, прочитал какое-то стихотворение и был зачислен на первый курс театрального училища. Окончив учебу в 1951 году, Евстигнеев стал артистом Владимирского областного драматического театра имени Луначарского. Женю зрители обожали. Публика хохотала при одном появлении актера на сцене. Несмотря на множество ролей и невероятную популярность, Евстигнеев постоянно чувствует, что ему не хватает образования, что его актерский потенциал не раскрыт еще и наполовину. В 1954 году во Владимир приезжает комиссия из школы-студии «МХАТ» набирать студентов. Евстигнееву 28 лет, а он без всякого стеснения вновь встает перед преподавателями и что-то читает. С первого же захода его приняли, причем сразу на третий курс. Он встал в позу, где-то шляпу какую-то взял и говорит, римляне, сограждане, друзья, там что-то такое. Он жутко смеялся, говорит, не надо, дальше больше не могу ходить. Давай разговор человека с собакой. Это Чехова, когда пьяный человек, да, с собакой разговаривать на улице через будку. Вот он только начал, говорит, ну ладно, все, Женя, мы воспринимаем, все ясно. То есть он, по сути дела, ну, сказал фразы 3-4 из каждого отрыва. Вот так, такой был просмотр. Странный, с большим ногтем на визинце, в желтых модельных ботинках, Женя абсолютно не вписывался в яркую столичную студенческую толпу. Но когда сокурсники увидели Евстигнеева на сцене, все сразу, безоговорочно признали, что перед ними большой артист. Мы сразу обратили на него внимание, потому что он необычный. У него пиджак был какой-то голубого-сиреневого цвета, сам он лысый был тогда. И сразу побежали его смотреть. Он играл на сцене какой-то вот уже, был показ. И он играл с Дорониной. По-моему, это был Горький, по-моему, Дачники. И вот они играли, вы знаете, вот так, как уже готовы профессиональные актеры. И мы сразу поняли, что он безумно талантливый. В середине 1955 года студенты 4-го курса школы-студии МХАТ, среди которых был и Евстигнеев, создали студию молодых актеров, которая через год стала базой для нового столичного театра «Современник». И хотя после учебы Евстигнееву предлагали остаться в труппе прославленного МХАТа, артист отказался. Он хотел большей самостоятельности и новых открытий в искусстве. Женя начал работать в «Современнике», в главном театре его жизни, в который он вложил всю свою душу, весь свой талант, свое сердце. Работа Евстигнеева в «Современнике» началась с ошеломляющего успеха. Некоторым актерам приходится завоевывать любовь зрителей постепенно, а он просто оглушил их своим талантом. Ему было достаточно появиться на сцене и произнести «Здравствуйте, добрый вечер», и зрители уже были в восторге. Он был интересен всегда, в любой роли, на что его не одень, а хоть и вовсе раздень, как в «Голом короле». Роль «Голого короля» в пьесе Шварца в одночасье сделала его знаменитым. Он проснулся знаменитым, когда он сыграл «Голого короля». Это все бежали, все смотрели, все стояли в очереди в Ленинграде, даже с раскладушками ночью, чтобы попасть в театр, чтобы купить билет. Он мог играть все. У него не было амплуа. Он был мастером высочайшего класса. Любую, даже самую маленькую роль он исполнял так, что забыть ее было невозможно. Как он играл с Адина, с каким умом, с каким юмором, ироническим отношением к себе и этим высоким словам. Человек – это звучит гордо. Тут было, вы знаете, раньше напыщно так играли человек, это звучит гордо, даже в «Амхате» Ершовном игре. А он всегда иронию впускал, и от этого становился в 10 раз умнее и обаятельнее. Все свои роли Евстигнеев играл с полной отдачей. Так было всегда до последних дней, несмотря на то, что после каждой темпераментной сцены актер отлеживался на кушетке в своей гримерной и принимал лекарства. Со своей первой женой, актрисой Галиной Волчек, Евстигнеев познакомился в школе-студии «МХАТ». Когда Женя с Галей решили пожениться для окружающих, это был шок. Особенно для Галиных близких. Ее няня возмущалась. Не стыдно ему лысым ходить, хотя бы какую-нибудь шапчонку надел. Папа, известный оператор Борис Волчек, тоже находился в смятении. Он никак не мог привыкнуть к лысеющему великовозрастному зятю, который был старше Галины на 7 лет. Несмотря ни на что, они поженились. Она боготворила его как артиста. Ну, она там в быту может иногда и потрунивала. Но так любимый актер ее это был Жан Габен. И она его сравнивала с Жаном Габеном и даже считала, что он талантливый. Сначала жили с Галиными родными. Но потом в доме ситуация накалилась до предела, и молодые ушли. Жили на съемных квартирах, без конца переезжали. В 1961 году у них родился сын Денис. Я часто бывала у них дома. На улице Горького они снимали комнату в общей квартире, в коммуналке. С Волочком. Мы там ели котлеты по пять копеек и что-то, наверное, выпивали. И приезжали к нам часто какие-то режиссеры. И Женя на гитаре играл. Тогда вот Агутшау у нас был, и мы пели «Ах, Надя, Наденька». И я шагаю по апрелю, дежурный по апрелю. И он, если так, такая уже у нас была веселье, он брал вилки две, чемодан и начинал ударником работать. А это вы знаете? Ну как же ты? Александр Драктайм-бэнс. В этом 1964 года Волчек ушла. У Евстигнеева появилась другая женщина. Новой избранницей актера стала молодая актриса, того же современника Лилия Журкина. В 1968 году у них родилась дочь Маша. С Лилией Евстигнеев прожил 20 лет. В последние годы их отношения складывались непросто. Лиля очень тяжело переживала свою невостребованность как актрисы. Вскоре она заболела. Болезнь оказалась неизлечимой. Лиля умерла в 1986-м, и с Женей остался один. В этот период Евстигнеев активно преподает в школе-студии МХАТ. Среди его учениц молодая актриса Ирина Цивина. Через год после первого знакомства они поженились. Женить бы не молодого преподавателя на студентке, которая на 35 лет моложе, роскошный повод для пересудов. Но что бы ни говорили окружающие, их брак был очень счастлив. Это событие вдохнуло в Евгения Александровича новые жизненные силы. В конце 50-х годов на Евстигнеева обратил внимание кинематограф. Именно кино принесло ему всеобщую любовь и известность. А настоящая всесоюзная слава пришла к Евстигнееву в 1964 году после роли Дынина в фильме «Добро пожаловать» или «Посторонним ход воспрещен». Куда же вы, товарищи? Программа еще не кончилась, у нас еще много мероприятий. Аттракционы, викторин, комические эстафеты. Куда же вы? Подождите, куда же вы, товарищи? Сейчас же не время, не время купаться. Товарищи, я хотел как лучше, чтобы дети поправлялись, чтобы дисциплина была. Как же это, товарищи? После этого успеха многие режиссеры стали наперебой приглашать Евстигнеева сниматься в их картинах. В результате, в течение 1965-1966 годов, артист снялся сразу в девяти фильмах. Скверный анекдот «Старшая сестра, берегись автомобиля» – это лишь немногие из них. Никого мы только не играли в своих коллективах, лучше не вспоминать. Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма Бензи нашего Шекспира? После комедии «Берегись автомобиля» возникает великолепный творческий ансамбль Евстигнеева с Эльдаром Рязановым. Совместная работа во многом обогатила и актера, и режиссера. В конце 60-х Евстигнеев снимается еще в 17 картинах. В 70-х и того больше, в 33-х, а в следующем десятилетии вышло еще 24 картины с участием неподражаемого Евстигнеева. Все его роли стали незабываемыми, их полюбили зрители нескольких поколений. Когда он получил предложение от Бортка сыграть Преображенского, он «Собачье сердце» не читал. Но «Собачье сердце» читала я. Поскольку я человек другого поколения, и уже тогда можно было читать, когда я училась в «Собачье сердце», и вот получив это предложение, он так не хотел сниматься, говорит, мне даже неохота сценарий читать. Я плохо себя чувствую, как-то не ладилось у него со здоровьем в то время. И я говорю, я тебя умоляю, это будет твоя лучшая роль. Вот, наверное, это была как раз та роль, которой он гордился. Она абсолютно соответствовала его мировоззрению, какой-то гражданской позиции. Вот, она абсолютно ложилась на его индивидуальность. Последней ролью Евстигнеева в «Современнике» был Дорн в «Чайке» Чехова. Это было в 1970-е. Через год он, вслед за Олегом Ефремовым, перешел в труппу МХАТа. Екстерина Алексеевна Фурцева просила его перейти во МХАТ, чтобы он сыграл Владимира Ильича Ленина. Ну, естественно, обещала какую-то зарплату. Ну, «Современники» очень немного получали, никакого процветания не было. А тут, вот, значит, она ему обещала повысить оплату сильно. Вот поэтому он и пришел. Он об этом никогда не говорил, но его упрекали, говорит, а почему-то перешел. Сам первый говорил, что ни в коем случае, ничего говорить на эту тему не буду. Он вообще не объяснялся на эту тему. 80-е годы были сложным периодом в жизни актера. В декабре 1980-го Евстигнеев поехал в Архангельск на гастроли. И вдруг на аэродроме еще в Москве ему стало как-то тяжело на сердце. Прилетели в Архангельск. На репетициях актер чувствовал себя неважно. После одного из спектаклей Евгений Александрович потерял сознание. Обширный инфаркт. Он очень тратился душевно на сцене. Очень тратился. Есть артисты, которые не очень так тратятся, да? Он всегда тратился. И любил иногда даже, ему ставили распладушку на съемках. Он быстро мог отключиться, отдохнуть. И вот он однажды прилетел. Вот как раз, говорит, у меня сердце болит. Я говорю, откуда? Говорит, из Душанбе. Там три спектакля сыграл. Но вечно надо улетать. Говорит, куда? В Архангельск. Я говорю, ну ты сумасшедший человек. В Душанбе с его жарой, с высокогорьем. И потом в Архангельск на север. Конечно, сердце будет болеть. После инфаркта Евстигнеев понял, что необходимо бережнее относиться к своему здоровью. И когда ему предложили роль в фильме «Ночные забавы», он решил освободиться на несколько месяцев от театральных ролей. Пришел к Ефремову попросить небольшой отпуск. Однако режиссер повел себя неожиданно. «У нас же театр. Производство. Если тебе трудно, то надо уходить на пенсию», сказал он Евстигнееву. Артиста это сильно задело. И он ушел. Свою роль в картине «Ночные забавы» Евстигнеев сыграл, как всегда, безукоризненно. Однажды в костюмерной пересъемке одного из эпизодов актер сказал своему другу Валентину Гафту. «Сегодня я не смогу играть как следует. В этой сцене все идет через сердце, а я боюсь сильно перенапрягаться». Но играл Евстигнеев, как всегда, сердцем. Иначе он не мог. Этот фильм вышел на экраны за месяц до смерти актера. Евстигнеев чувствовал, что еще полон силы и энергии и хотел еще очень многое сделать. Но сердце беспокоило все чаще. В 88-м случился второй инфаркт, после чего актер решился на операцию. Евгений Александрович нашел паузу в своем рабочем расписании и поехал в Лондон. Евстигнееву сказали, что английские врачи лучше всех в мире делают подобные операции. Утром 4 марта Евстигнеев с женой приехали в клинику. Ему должны были сделать обследование, маленькую предварительную операцию и оставить в клинике до утра. Пока Евгений Александрович ждал результаты анализов, к нему в палату вошел Терри Льюис, врач. У него в руках был лист бумаги. Он стал говорить и рисовать. Я ознакомился с вашей историей болезни. Завтра мы будем вас оперировать. Но у нас принято предупреждать пациента о возможных последствиях операции. Вы умрете в любом случае, сделаете операцию или нет. Евгений Александрович охватил ужас. Евстигнеев не мог выговорить ни слова. Он весь дрожал. Через мгновение на экране, где шла кардиограмма, появилась прямая линия. Наступила клиническая смерть. Актера срочно повезли на операцию. Четыре часа ожидания. После чего врач сообщил Ирине, что операция закончена, но пациент умирает. Операцию провели блестяще, но нужна пересадка сердца. Ну так сделайте, умоляла Ира. Нельзя, об этом обговаривается заранее. Поэтому мы отключили его от всех аппаратов. Через минуту ей объявили, что ее муж умер. Это была гениальная смерть. Им самим сыгранная. Это была очередная роль, которую он сыграл. Он представил себя умершим. От того, что ему нарисовали сердце. И рассказали, что может произойти с человеком в случае. Если операция закончится плохо. И операция еще не началась. Но он представил себе свою смерть. И ушел в нее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok